задерживайте автомобиль а чё мы сюда ждали не кому ну чё вы сказали ждать адвоката сейчас даете заднюю блин а я говорю человеку сказали дождаться адвоката сейчас чего вот задерживать что причем 22 нет адвоката дело идите рассматривайте не пойму что адвоката нету рассматривайте дело ну и что я не знаю один человек рассматривает в отношении двух сразу сейчас будет или два разных сотрудников я не за кого я просто новобильный слухач которого не мне не имеете права ограничить все давайте рассматривайте адвокат приедет его через восемь часов вы будете ждать до он едет с этого свинницы будете ждать или нет но если нет давайте рассматривать дело пожалуйста загвоздка получилось ну все так давайте рассматривать его в отношении человека дело назовите ему нормальную причину остановки и все остальное да он еще раз может повторить что вы повторили в чем проблема такой нету причина остановки нету такой причина у вас оснований полагать такого нет это у вас из 32 документы требовал в 35 есть четкая причина согласно третьей части вы должны четко назвать а вы городите не 35 статью вообще вы диктуете какой-то другой закон так что пожалуйста либо прочитайте правильно либо наизусть скажите я как вольный слушатель имею по конституции право делать замечания в любом административном дело я не мешаю я вам говорю на ваши нарушения вы нарушаете сейчас свои прямые обязанности вводите человека в оману и диктуете нет закон украины нацполиции статью 35 такой нет причины остановки ну все назовите конкретную и выполните требования части части 3 а я могу представлять очень интересы согласно гражданского кодекса пока нет рассмотрения дела могу лагуря денис александр и все общение через меня документы да да тоже у меня назовите мне это на причину остановки договор у нас есть конечно да ну до рассмотрения это сейчас мы пока вы конечно ну наверное но можете сказать а в рамках рассмотрения может товарищ водитель товарищ гражданский представитель да смотри сегодня у нас 9 июля 2020 года время зачем вы мне говорите вы тогда чайка есть вы представляете хорошо да он может воспользоваться фахивцем гаузе прав процесс рассмотрения но вы сейчас начали уже рассмотрение еще не объявил я подхожу ну давайте подходите вы просто тогда то до начала до начала рассмотрения дела объясните пожалуйста причину остановки я пообщался с человеком он не понимает ничего что вы ему сказали такой просто причины не существует вы называете сейчас сейчас занимаетесь самоуправством что так уже все уже началось рассмотрение такой вы начали рассмотрение или нет я я хочу просто может быть статус свой поменять я дошел там место до рассмотрения находимся на торговской области глопотание можно то подожди до рассмотрения у вас есть 278 статья административного кодекса до рассмотрения дела вы должны выполнить определенные процедуры а в частности высотку принять решение да нет до рассмотрения дела почитайте 278 подготовка для розгляду справа можно ваше удостоверение поджог денисенко александр игоревич есть такое скажите пожалуйста клопотание вы задовольняет и наши будете сдаваять почему не указывает что мы имеем то какая разница у нас есть клопотание до початку разница да я вопрос задаю мы имеем право отлично мы хотим чтобы вы ознакомили его с доказательствами и законностью причиной остановки это дораст до начала рассмотрения дел еще раз в присутствии представителя вы понимаете давай куда пройдемте не вы сюда придите принесите пожалуйста почему а мы обязательно подождите по закону мы александрович можно просто денис вы должны ознакомить да вы должны я вам еще раз говорю вы чуть-чуть путаете мы имеем право ознакомлю вас в рамках рассмотрения дела а вы сейчас человеку законность причины остановки обязаны доказать так что если вы обязаны будьте добры несите сюда а в рамках рассмотрения мы пойдем посмотрим чем проблема вы пока еще не рассматривали как вы докажете человеку законность причиной остановок мы документы придем согласно и постановление верховного суда после предъявления вами доказательств. Сейчас человек не обязан выходить с машины. Вот и все. Какое постановление Верховного суда? Крайнее. 25-го, 10-го. Там номеров нет. По определенному административному делу, по 126-й статье. Верховный суд определил, что водитель полностью имеет право показать документы. Я вам сказал, 25-е, 10-е 2019-го года. Почитайте, ознакомьтесь. А если решения суда нет, то 19-го года, то по Конституции, по 62-й статье, вы не должны доказывать его? А вы мне, пожалуйста, скажите, вы ее сейчас здесь назвали типа начало рассмотрения дела. А скажите, а до этого момента, что водитель в каком статусе был? Ну, то есть, вы его задерживали до этого момента, пока вы не... А что тогда до рассмотрения дела? Он здесь находился, и он говорит, что он не имел права отсюда уезжать. Водитель сам попросил остаться здесь. То есть попросил. Было такое, адвокат. Вы сказали, что вы ждете адвокат. Ну и что? Было такое, я застану здесь, так и едва. А как ваш вообще, как вы, вот смотрите, вы блюстители закон, а как это законодательное вообще выглядит, вы мне скажите. Ну, человек решил остаться здесь, значит адвокат. То есть решил. Так вы его не задерживали? Вы его не задерживали? Я его не задерживаю. Вы его не задерживали? Вы же тоже задерживали. Хорошо. Вы его задерживали, да, в этот момент, пока я сюда ехал? Нет, он свободно перемещался. То есть он не задержан? И сейчас не задержан? Абсолютно. Машина задержана? Автомобиль. Да. Ну, документы, если человек показывает, нет. А если не показывают... Задержан автомобиль? Сейчас. Я не говорю, когда он что-то будет. Нет. По данный момент, то есть он может садиться ехать. Он не ограничен? Нет, сейчас. Что? Сейчас человек документы не придаёт. Да ещё, подождите, времени нет предъявления. Где в законе указывают, что он должен предъявить документы? Мы сейчас до этого дойдём ещё. В 278, в 279. Вы считаете, какой предел на требования среди полиции? На законное требование. На законное требование. Она власит Конституция. На Конституцию. В статье, статья 19, Конституция. То, что сотрудники, вернее, органы властных повноважений должны действовать. Да открывайте. А вы не знаете её? Ну, найду же. Не знаю, где искать. Ну, так искаю, ищите, почитайте. Он мне говорит, ты должен. Нет, я сказал, я тебе не должен, мне сразу всё говорит ей. Посмотрите, я видел. Так, что было, ничего не надо рассказать. Вот именно, что есть на видео. Ты мне говоришь, ты должен показать мне документы, если я просто на тебя подошёл и сказал. Сейчас, позвольте, я знакомлю. Я говорю, что ты ничего не должен, беспричинно, ничего я тебе не буду предъявлять. Было такое? Было такое, что вы отказывались. Я не отказывался. Никакой в случае. Органы властных повноважений должны действовать только в рамках закона и в способ, предусмотренный законом. Соответственно, требование, которое вы выдвигаете водителю, должно быть согласно норме законной. То есть законная. Я могу вам назвать. Так, хорошо, давайте. 2-4 тебе назвали? Ты должен, да, сейчас по правилам. Я не говорю, что 2-4. Тогда он согласно, чего он должен вам предъявлять сейчас? Законная правила о дорожном движении. Есть ли это в Украине? И что там? Есть 16-я статья. И что там? Есть, где прописаны права и обязанности водителя. Но это же обязанность водителя. Водитель, да. Ну вот вы должны законное требование свое аргументировать. А потом, может быть, мы выполним свою обязанность. Слушайте, я передоснованно. Ну, права не буду перечислять. А в графе обязанности... Это статья, с которой вытяжка 2-4 в правилах дорожного движения выходили сказать? Хорошо, я не понял. Но это обязанность... Смотрите, это обязанность водителя, либо ваше право, скажите. Денис Александрович, да. Ну, я вам задаю вопрос. Мы диалог ведем конструктивный. Я понял, о чем вы говорили. Я вам спрашиваю. Это обязанность водителя, либо ваше право? Вы понимаете? Как вы считаете, полиция действует в рамках закона? Нет. Я считаю, что вообще вы не действуете в рамках... У вас даже сейчас в удостоверениях печать, она не согласна с законом. Как вы можете действовать вообще в рамках закона? То, что у вас установлены везде специфиналы без соответствующих разрешений, это законно вы считаете? Это не риторика, это вы вне закона работаете. Знаете, вне закона, а не в рамках закона. Так я вам говорю. Вы у меня спросили мнение, я вам ответил. Я обгрунтировал. В чем проблема? Аргументировал. Вы, в первую очередь. Нет, вы, в первую очередь, служители гражданам. Вы служите гражданам. Что? Слуги должны сначала выполнять. А потом, граждане. Если вы нарушаете... Это уже двойные стандарты. Это не двойные стандарты. Это мнение всего народа. И то, как работает полиция. Вы считаете, что вы нормально. Там установили какие-то камеры. Там водитель может проехать здесь. Пересесть 500 раз вы его не видели. Вы считаете, что это законно? И нормально вы работаете или что? Или то, что дедушка едет на желтым. Вы ему говорите, вы согласны, согласны. Чтобы с вами не долбиться, блядь. Просто уже у людей силы и терпения нет. Понимаете? Вот я и все говорю. Согласно правил дорожного движения. Закон Украины про дорожные руки. Там прописаны четко обязанности водителя. Мы их выполним. Что имеет высшую юридическую силу? Причем здесь кабинет министра? Да не в сфере. Есть у водителя обязанность. Это что такое? Это постановление кабинета министра. Есть обязанность водителя. Согласна какой? 16 статьи. Хорошо. У него есть обязанность. Он выполнит обязанность, когда вы подтвердите свое законное требование. Просто так. На вашу вымогу. Мы ничего делать не будем. Я с вами согласился. Вы слышали, что мне сказали, что он обязан выполнить... Я еще раз говорю. Чем сопровождается ваша законность, вашей вымоги? Объясняю. Давайте. Если бы вы сказали, что водитель обязан выполнить требования с сотрудником полиции, убедившись в том, что он общается непосредственно с сотрудником полиции, который имеет право... Нет. Ваши права должны быть законные. Так что у вас, у граждан есть абсолютное право требовать у вас ссылания на нормы закона. Вот у вас есть требования, ссылайтесь на норму закона. Вы... Это обязанность. У вас требования должно быть. Вы не понимаете? У вас права, требования там нет. Там есть обязанность водителя. А у вас требования должно быть согласно вашего профильного закона. С чего вы взяли, что вам закон о... Что-что? Во-первых, тут громко. Это рад. А во-вторых, понимаете, я не люблю твердолобых полицейских, которым нормально объясняют. У вас есть высшее юридическое образование? Есть высшее юридическое образование, тогда вы вообще тупите. У меня есть. У меня два высших юридических образования. Почему? Вы можете зайти, писать, вот, пожалуйста, в интернете, Глагурья Дениса Александровича, предоставление юридических служб. Почитайте мои виды деятельности. В чем проблема? Нельзя учиться на два? Хорошо. Ну, а вы что закончили, мне интересно, будучи полицейским? Ну, я тоже личная информация, я не хочу рассказать. Да ну вы же сказали, что у вас есть образование, это тоже личная информация. Ну, я посчитал необходимым, что... А дальше не считаете? Стыдно, наверное. Почему? Ну, просто, мне интересно. Ну, возможно, с глазу на глаз он рассказал. А что с глазу на глаз? Да чего? Вы же должны гордиться, что у вас есть образование. Это личное. А вы сидите и вашим начальникам в жопу целуете, понимаете? А вы ездите каждый раз, и нарушаете правила дорожного движения. Вы считаете, что по-пацански и так это нормально? Вы юрист и не можете найти себе применение в жизни. Я вам еще раз говорю, политика, согласно закона, он выполнит свою обязанность на ваше законное требование. Вам закон... На думан. Вы слышите меня? Ваша вымога должна грунтироваться на законе. Согласно статье о дорожном... В Конституции. Почитайте еще раз 19-го. Ну, согласно, да. Правильно вы говорите. Ну, пожалуйста, норму закона, согласно которой вы требуете документ у него. Норма, я объясню. Говорит, где там написано, что вы мает и право, вымога ты, а ну покажите мне. Статью 16, давайте. Там прописано что? На вымогу... Это обязанность прописана. Вы чувствуете вообще грань? Правильно. Ну, юридического вообще... Юридическую грань между статьями, обязанностями и правами. Нормами, правами. Если законодатель пишется, то на вымогу, соответственно, вымога есть. Она должна быть законная? Я вам конституция пишу. Умогите право на помощь адвоката или появplenка. Есть право о помощь. Умегите право скрыть мое действие неизвестное. Пользуйся. Пользуйся. Умн, насущаюсь. Ну, кто управлял полному А кто такой радист? А кто такой радист? Я еще раз вас спрашиваю, кто такой радист? Я хочу вас спросить, чтобы я вас спрашиваю, кто такой радист? . . . Я приехал с Антоном Красноярск, если бы не так помню, но нет, тем более, на Красноярске, я не принимаю в обновленности, что ли вы еще ходите на то, что вы меня задерживаете. Фахевцам в галузе права, мои услуги. Залучите сведки, написать пояснение, все нужно. Кто это фахевец? Я. Галагурия, Денис Александрович, вам сказали. Смотрите, я действую, послушайте меня, давайте я вам скажу, я вам еще раз говорю, когда, смотрите, мы действуем в рамках Гражданского кодекса, а в частности, договором письменной формы, а также, там не прописаны договоры, договора с клиентами, адвокатов и фахевцам в галузе права. Я говорю, договора составляют согласно Гражданского кодекса, вы ошибаетесь, я вам еще раз говорю, у нас есть устная договоренность, а также, фахевцам в галузе права, она существует? Нет, я в галузе права. Я говорю, я не адвокат, я в галузе права. У вас еды будем превысить до 100? Конечно, есть, аж два, согласно чего? Когда, когда вам, ваше министерство, а также Верховная Рада даст полномочия проверять эти документы, я с удовольствием вам их предоставлю. Я бил членом. То есть? Я бил членом. Таким образом я... Вы знаете, что вы сейчас делаете? Вы пытаетесь с помощью непонятного законодательства, сейчас будете непонятно на что ссылаться, что это фахевец або адвокат, пытаетесь ограничить человека в защите. вы должны здесь любого допустить это как это нет а почему нет то человек что беззащитен воду любой может представлять согласно гражданского кодекса он не перечит административного кодекса хочет дублером общаться будет с дублером давай какое свидетельство я фахивайс гаузи права что диплом должен показать тебе что ли какой диплом это согласно чего эти должен его возить и предъявлять хотите в интернете ознакомиться в интернете вам достаточно вы же по базам проверяете людей своих посмотрите в интернете вы же законы учите с интернета конечно залучит и 2 свитки вот галагурия денис александрович сергей алексеевич свитки того что он не ехал там через перекрестки мы там стояли на перекрестке видели что другой человек управлял этим автомобилем с номерами лл е 073 там совсем другом женщина ехала что он может по 63 отказываться давать пойти сейчас вы хотели у меня задать вопрос что он в отношении себя это его касается что что вы посоветовали ему за лучше я вам еще раз вы мне вопрос задали я вам ответил это не клопотать это право его он просто можно говорить он ладно хорошо скажи ему знаешь что я клопочу для того чтобы вы закрыли рассмотрение данного дела по статье 247 согласно того что отсутствует состав правонарушение и дали пожалуйста письменный ответ пусть отказывает закрыть это закрыть это рассмотрение дела до козел и отсутность состава правонарушения и письменный ответ пожалуйста в письменном виде и подложить его к материалам его зачем вы не захотели со мной общаться будете так общаться давайте пацаны это так издевается от инспектора денисенко над гражданами чистая воды и конченый ну конченый человек-то люди закончены уже даже не пробирочные вот блюстители порядка пост писачин ладно дальше смотри клопотания по поводу ознакомить тебя с материалами дела в частности доказательствами вот не захочет пусть рассказывает что угодно залучит и адвоката и ожидать его 8 часов распахивается не подходит вот это еще одно и плюс отобрать же пояснение обязательно чтобы он у нас сейчас отобрал не опрашивал отобрал вот и все говори пусть выполняет если нет садись машину пусть что хочет то и дело он стоит он хочет чтобы смена быстрее закончилась денег получить это дело открылось в отношении тебя то что это водитель сейчас будем разбираться сейчас нужно все лично разглянуть исправу ты сейчас надашь свои доказы залучив свитки вот сейчас когда вы всех отпросите вы уже выслушали меня как свитка выслушали меня да я свида да то что ты издеваешься на данном дачу тебя покайфу да ты покайфу да покайфу это ты все прекрасно слышал ты прекрасно слышался именно вот такой знаешь гной которые были который на теле народа сидит и так люди тебе сказали свитка я свида право поручения ты услышал в рамках рассмотрения этого дела проезд на червон и светло я кое с особо от цима кто каруал цима автомобила вы сейчас рассматривать данный человек подошел ко мне да что не этот автомобиль в данный момент не этот человек переезжал светофор там управляла женщина женщина вышла данный водитель сел и поехал отберите у меня пояснение все подвис так давай отбирает чего тебе хватит еще давай еще одного дарит он тебе скажет еще одно пояснение дадим тебя рассматривать все лично от праву тоже ты спрашиваешь человек это вообще еле словно я говорю ты меня уже опросил как свидетеля так и что ты делаешь не я слушаю водитель я попросил человека который в фахиве своем справе чтобы он специалист на специалист в своем деле который ввел вы инспектор вы идиота сейчас включаете разница в чем вам что дословно вам дословно надо или что антисемит полицейским так вы начали рассмотрение дел я вот смотрите вот и подскажи попроси закрыть потому что дело рассматриваются в отношении лица в отношении кого вы начали рассмотрение дел задай вопрос и дело на сезоне автомобиля сели воде россии садла в отношении кого сейчас мы сейчас рассмотрим вы его объявили или это набили того конкретно там особо какая особо мне интересно как бельному слухачу в отношении кого рассматривается дело я сейчас как бельный слухач велиный слухач могу узнать у вас в отношении того и на заборах хорошо ты можно водителю можете ответить я прошу как бельный слухать в один шанс и отношении того рассматриваться в отношении кого рассмотреть инспектор в отношении кого вы начали фамилия имя отчества кого вас так вы вообще установили лично там четко написано в отношении особо вас отношение кого вы станете ваше фактовое дело по факту вы подошли сказали ты выездишь на экспертам и это для установления личности то есть восстановление личность то одея то есть в основе не лишь восстановились то есть установление личности ну а как еще это вы имеете право задержать человек вы можете дать запрос и паспортный стол куда угодно вообще вот процедура установления личности ну по уголовному делу когда нельзя установить лично сделается фактовым каким образом задержать его это есть по вашим внутренним приказом подождите ну как вы смотря как вы установите лично если вы забьете куда-то в интернет или вам по телефону сообщат его персональные данные третья сторона по делу не имеет права ладно денисенко водитель может ехать или нет давайте давайте вы задерживайте час мы уже час с вами вы водителя час задерживайте вообще ничего не сделали я говорю вам пожалуйста это притяг ты а не задерживать вы можете без него вообще рассмотреть дело но так чего вы сейчас задержите данный момент если не в отношении него делается у меня есть сомнения что вы не знаете даже кто этот человек как вы в отношении него можете рассматривать ну так пожалуйста делайте пацана делайте протокол задержания описывайте его данные внешние но если вы не можете установить лично так вы установили лично так объявите человеку в отношении кого делается товар человек попросил назвать в отношении он имеет право ознакомляться с материалами дела потек дайте пожалуйста да я хочу запись журнале сделал да и и у и я спрашиваю а того человека отпустили до водитель уехал уже нарушитель нарушитель вы сказали что два нарушителя чем вы отпустили выше останавливали вы сказали что вы рассматриваете дело я вас спросил начале есть на видео что вы рассматриваете в отношении двух людей сейчас они нарушили будет рассмотрение сказали кто будет первой это у вас есть на видео вы отказываетесь то есть вы одного отпустили до вызвали почему мы ждем скажите задерживайте вообще вы его задерживаете вы не понимаете задерживайте мы с вами здесь три часа постоим не надо ничего сейчас предоставим никто не отказывает на законно ваша вимога незаконна она трактуется не згідно буквы закона вы вы не ссылаетесь ни на одну норму закона это ваша думка что она законно вообще вы должны человеку согласно конституцию назвать норму закона норму закона не зря я тебе название придумал честно на чистые гуси это обязанность там ваш вы мог нет ваш прав там нету ваших прав там нет на закону вы можете предъявим обязательно выполним четвертый раз вам отвечаем на закону вы то есть ваша стрижак говорит что вы должны вы должны при выражении требования к человеку назвать норму закона на которой регламентируются ваши требования его обязаны мы знаем что согласно 16 мы должны предъявить но вы должны согласно 32 у него вымогать на основании закона пожалуйста пункт 32 мы вам предъявляем чем проблема тут у вас как у вас причина остановки закон ну и что просто это было вообще хорошо вы поволились бы завтра ну не думаю на неделю вам показатели уволили просто за ваши тут ничего вообще не сделали вы сейчас не можете вы свою компетентность покажет но вы стоите здесь человек стоит два часа он мне написал больше двух часов прошло вы стоите ничего не можете сделать вы импотентный полицейский вам честно зачем вы третий раз про человек вам ответил раз а зачем четвертый я не пойму вы же человек попугай то вы повторить не можете законную причину остановки зато спрашивайте 500 раз но не видно так 247 водитель поехал чем проблема какую должен если он ничего не нарушил он вам ничего не обязан я вам еще раз говорю он вам если он ничего не нарушил ничего не нарушил он не обязан ничего вам предъявлять то есть не согласен ну вы сейчас уже ваш сад ваш коллега вы смотрите сами себе перечить ваш коллега сказал что уже нет доказательствами вины ну что за какое решение суда какое решение суда вы мне решение суда покажете к октябрем месяцем сентябрем месяцем подождите рубитных полиции я что-то нарушил ребята меня зовут рыжков евгений александрович литином полиции данный момент нахожусь на поступке за чем я пересмотрел видео почему вас остановили присмотрел видео правонарушение я не говорю вашего правонарушения хорошо нарушение смотрите автомобиль похожий на этот автомобиль шкода темного цвета который стоит потому что горит солнце наступлены номера автомобиля плохо видно на этом основании я не могу вынести постановление мы у вас не просим постановление мы время нормально рассмотреть дело рассмотреть дело я тоже не могу так как я не уверен что вы управляли автомобилем который как вас зовут я не просто знаете как как я вам скажу но твой адекватные полицейские я вам скажу знаете как нет в адекватность я вам объясняю если так как вы говорите вы у вас есть 10 причин остановок четко все смотрите я вам хочу дайте вот посыл граждан как он меня денис зовут я вам еще раз говорю есть чутки 10 причин остановок согласно части 3 вы должны назвать денисенко не назвал ладно фиг с ним он называет типа что у него есть какие-то подозрения но такого нет там есть четко на явно информация на явно это если все на автомобиле видно тогда вы останавливаете если у вас сейчас наявной информации нет у вас нет законной причины остановки вообще вот и все вы человек отпускает я вам объясняю смотрите есть правонарушение на видеокамере которая установлена на перекоске школьной правиле но это значит автомобиль нет состава я не спорю не спорю возможно похожий номера я увидел правонарушение согласны на главе я обязан поставить автомобиль который я вам объясняю вот скажите как вы смотрите составляете в отношении человека материал например не убедившись даже не спросив ехал ли он за рулем или нет то есть вы ссылаетесь на властный посыл но вам законном это запрещено дело вам же мы отошли от этих дел то что якобы увидел это хорошо что у вас камера есть например а другой человек может говорить я увидел и что же над реагировать по логике так должно для этого если нету камеры да а если сейчас свидетеля дайте это вопросов нет это все в рамках этого это у вас будет ну на данный момент мы что говорим мы закрываем глаза на то что инспектор денисенко но если мы сейчас а возвращаемся к статье 35 то все равно здесь нет причины остановки такой правильно да правонарушение проекта запрещенный желтый сигнал но 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 я опять остановить похожий автомобиль который есть на виде и спросить водителя нарушал он или нет я не спорта выше то не сделали выше то не сделал вы это не сделали денисенко себя вообще совсем по-другому повел он сразу обвинил водителя что это он именно нарушил я как его напарник я на вашем месте написал бы рапорт что он превышает свои служебные обязанности я вам так советую смотрите чтобы допустим какое-то правонарушение со стороны денисенко если если бы кирик изучил повторно вот и вот если бы экипажа был бы второй такой как вы было может более менее что понятно но все равно здесь вы ошибаетесь но учитывать что мы доколотили ваше руководство но сейчас если ничего не видно ничего не видно свидетелей нет у денисенко все равно причина остановки не заход мы не хотим сейчас ссылаться на то что он извинялся давай где-то не был не извиниться никогда в жизни он не чувствует своей вины он думает что ему пистолет далее автомат йома мы просто говорим человека нет мы от вас вообще извинения за него пожалуйста адекватность может он ехать по 247 может ехать учитывая что нет права состава можете все рыбал спасибо